всем привет привет меня зовут лена добро пожаловать ко мне в гости на мой канал который называется зеленская хэнд мои хорошие сегодня у нас 24 июля я опять-таки снимаю видео как вы помните видео уже был 22 числа у меня был день рождения вот и вот это вот еще покупочки часть которых я хотела показать всем все подарочки но к большому сожалению что-то мне вообще не получается снимать какие-то длинные видео но я уже говорил почему вот а теперь я опять это призволила к видом чувствую себя не очень хорошо на видео снять хочу вот будем с вами смотреть значит два набора 12 они одинаковы и еще один наборчик это наборчик от моей подружки все потом расскажу все потом покажу давайте мы с вами сейчас вы знаете вы естественно уже если смотрите мой канал вы уже знаете что я какая-то немножко косая в плане штатива и не могу что-то настроить вот так вот вы знаете то что я люблю такую тематику как хэллоуин естественно и вот мне дашенька подарил такой подарочек на день рождения вот такие вот замечательные кошаки от фирмы жар птиц который вышивается на пластиковом конве сразу хочу сказать это скорее всего естественно это выпуск я думаю совсем совсем недавний недавний думаю что наверное год может быть 22 21 на вреде 22 потому что здесь совершенно другая организация всего набора совершенно другая но по крайней мере внешняя организация потому что размерчиком как бы большой размер вот этого пакетика а4 ранее там было половиночка да ну соответственно половина а4 формата вот но и ниточки здесь теперь по одному метру это уже известно это новиночка тоже вот но так вот в принципе но это если зрительно посмотреть на допустим с первым взглядом только вот это новое упаковка набора там собственно говоря мы еще посмотрим пока вышивать и не собираюсь но в любом случае я думаю то что какие-то нововведения есть вот это очень-очень хорошо потому что ну у нас сейчас ситуация какая стране что-то как бы купить так сказать заграничное достаточно сложно либо дорого либо просто например с украины нифига к нам ничего не придет вот поэтому если вы хотите допустим купить что-то с украины на ответ поискать может быть конечно что-то приходит но я если честно не знаю вот но очень наша наши российские производители потихонечку в общем как бы так это такая дурочка кошка тоже дурочка кошка вот они потихонечку совершенствовать вот такой замечательный набор две такие игрушечки люблю хэллоуин так что будет актуалочка для меня я подумала двусторонний отшив или нет не знаю то есть как бы сшивать потом надо или не надо а вот пока я не знаю не знаю но в любом случае даже если допустим это надо было бы сшивать я это скорее всего сшивать не буду по так простой причине потому что я это не люблю лучше сделаю два кошака так следующее что я хотела бы сказать показать вот и вот что касаемо же непосредственно комплектации этого набора я наверно вкратце тоже сейчас покажу вот этого два набора вот фирма но новый стич новый стич новый стич мне бы что-то знаете что хотела сказать хотела сказать но слабо да а ну да новый стич так называется значит но я не знаю но короче это нова слабо да в любом случае вот такие два набора значит это оберег для дома если вы точно смотрите 70 на 260 миллиметров то есть 26 сантиметров высота вообще на самом деле очень классно зарезаказывал я на вайлбери стоил он там тысячи по моему 53 рубля вот это не я заказывал короче я положила муж подарил им для рождения почему подарил два я сейчас вам тоже скажу значит это один на дом а другой вот этот наборчик я тоже хочу вызвать но они идентичные вот а другой и я буду вышивать папе подарок на день рождения конечно по этому можно было бы купить что-то но если честно я не у меня у отца спрашиваешь на папа что тебе подарить на день рождения у меня все есть все и насколько это на самом деле начинает раздражать что потому что лучше подарю то что я сделаю сама да чем допустим это будет покупка но можно там я не знаю маня там цветочек купить папе там я не знаю какой-нибудь аксессуарчик может вот но в любом случае мне кажется то что подарок который сделан своими руками будет самым лучшим подарком самым ценным ценам вот я короче решил сделать так я вышивала уже дна плачика на такой основе от новой слободы значит ушивала ну я честно сказать хотел тогда вышивать вот стала вышивать мужу машинам такая треугольненькая иконочка боженька и соответственно божья матерь потом они сшиваются я не знаю как это правильно называется вообще-то более правильно кажется сказать это четки но не мое вероисповедание я как-то четки не знаю но мы сделали а вот и может лежит в машине вот я вышивала такого плана мне очень принципе понравилось деревянная основа основа там достаточно хорошая вот давайте с вами сейчас посмотрим что у нас есть основа для вышивания с нанесенным ликом рисунком с хит это обратная сторона бисера пришивные камни о товарищи будут дать камешки нас это на самом деле очень здорово мне в принципе понравилось единственное что когда я стала делать эти четки да да ну хорошо скажу так вот мне не понравилось их сшивать но это я наверно косорукая просто но мне не понравилось я не знаю я думаю то что здесь здесь надо будет сшивать как мы видим просто с помощью обычной нитки и бисера то есть вообще и всего лишь шесть цветов но размерчик будет углом вот мы сейчас знаете что ну конечно вверх я открыл подружку попросила посмотреть я не буду сейчас полная комплектацию прям такой показывать потому что надо это у нас а вот это у нас ну как таковой схем для вышивания ну так я все равно открыла давайте посмотрим но вы в принципе вот так видите о смотрите положили в пакетик вот положили в пакетик 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 камешки я не вижу на самом деле все ли лежат в пакетике ниточки камешки но в принципе все то что надо в любом случае я разбирать не буду потом еще покажу но но слободу на самом деле кладут очень хорошие камешки и бисерочек и вообще в целом все ну все в идеале я вышивала иконки от но свобода не вышивались на обычном конвей просто здорово давайте я пока вам покажу вот я не знаю видно так секундочку одну такой перерывчик был это все ребенок с дачи звонил вот я отдала свой телефон муж потому что муж ванную с ним поговорил вот а ребенок написал мне сообщение телефон у меня у мужа но хочу так сказать порадовать и себя порадовать здесь приходит сообщение можно с помощью голосовой записи на часах написать сообщение даже можно поговорить и записать ну короче круто ладно возвращаемся потихонечку вот к этой основе в принципе вот так вот она выглядит ну давайте я вот так покажу но нельзя сказать то что она какая-то знаете очень такая очень-очень большая нельзя сказать то что она очень такого большого знаете размера но в принципе по ней но я думаю нормально будет во-первых вышивать хотя взять когда я вышивала вот эту маленькую штучку маленький я не знаю триптих но не могу сказать вот некоторые дырочки были это ну как бы не очень хорошо продырявлено но в принципе фигня самое главное хорошую иголку подобрать вот вы знаете все-таки от иголки которые вышиваешь зависит очень-очень многое вот у меня работа есть одна я вышиваю там выживка как бы висером на обычной основе ну короче все круто но была иголка откуда она была я не знаю вышивала вышивала и вы знаете вот раз если ну не то что он как-то не идет он короче рука какая-то не такая у меня нашла я вчера по-моему вот вечером нашла иголку который мне показал вот прям идеально вот вы знаете вот прям процесс пошел я не знаю может сказать что-то как это глупая неправильно говоря но процесс начал вот я не знаю тихо ну прям вот пальчиками ее держишь она удобненько она не очень длинная не очень короткая она не толстая но не слишком тонкая ну в общем идеал я надеюсь что здесь будет такой же идеал но мало вероятно конечно я не помню где иголки от новослободы вот она вот такая вот у нас собственно говоря основа для вышивания здесь даже написано смотрите благословение дома да будет в этом доме и семье успеха и радость пусть это место благословиться безмятежности и добрым здоровья да будет на этом воля твоим аминь ну короче классно вот а вот это вот вот так вот соответственно это будет вообще на самом деле классно да вообще у нас например да фетр кладется наш производительный фетр везде будешь дрячат вот а вот здесь для того чтобы когда ты вышивешь соответственно всю полную в принципе можно допустим и подклеить но я не считаю то что это необходимо прям подклеить можно подклеить можно подклеить можно прошить ну как хочешь вот а здесь вот такая причем кстати тверденькая достаточно тяжелая почему . ну то есть она не как бумажка легкая допустим да там или я не знаю фольга почему это удобно я сейчас скажу удобно это потому что это же будет висеть во верх надо чтобы вот это вот работа она была прямая соответственно если мы сошьем скорее всего и работа вся будет не вот такая вот какая-то согнутая она будет прямая она быть достаточно тяжелая вот то есть я в принципе думаю то что будет ее вес а достаточно для того чтобы но в идеале повесить например в крит извините я говорю будет еще горло болит вот а для того чтобы повесить коридор короче вообще честно вам скажу я очень очень довольна мне очень очень нравится но еще раз что хочу сказать так как я вышиваю немеряное количество вообще блин горелой всего скоро будет видоса обалдеете а вот брать какие-то новые процессы новые старты да я планирую но по-хорошему один ну два два финиша мне должно быть чё-то я не знаю товарищи но я бы надеюсь то что эти финиши будет на неделю но опять-таки все будет зависеть от моего самочувствия моего общего состояния потому что если честно чувствую я себя ну не совсем как какашка но как картошка где-то вот так вот ну вот подарками да я очень довольна очень очень довольна мне в принципе все нравится конечно в любом случае когда я начну вышивать эту работу я обязательно вам покажу и обязательно своими похвалюсь потому что я думаю то что это будет просто классная штука вот так как раз посмотри самое главное что пока папе потому что у него в августе 22 рождения вот но как то так и на этом мои дорогие я что хочу вам сказать я хочу вам сказать самое главное спасибо за то что были у меня в гостях если захотите меня когда-нибудь где-нибудь еще найти помимо ютуба за значит посмотрите на под этим видео будет но будет короче ссылочки там списочек а вот я надеюсь то что там не тоже сможете найти самое главное мои хорошие не болейте и будьте здоровы вы и все члены вашей семьи пусть у вас все будет хорошо пусть будет мир вашей семье на вашей душе вообще вашей жизни вообще мир в мире мы с вами видимся в других моих видео я уже заболталась а скоро супруг выйдет из ванны и мне надо потихонечку снять видео в общем еще одна часть моих подарочков за подарочки всем спасибо тем кто подарил всех я вас люблю всех я вас целую до встречи на моем канале чуть-чуть попозже пока пока пока